Сегодня в третьем часу ночи под покровом густой уральской тьмы и стенами здания на Косарево 101А, что на Химашевской окраине уральской столицы, приключился смертельный пожар, в котором точно погиб, точнее запекся человек. По предварительным данным это был мужчина, но точнее 50-летний ночной сторож Алексей Ка, где Ка это сокращение фамилии, по крайней мере так его обозначили сотрудники отделения по связям со СМИ ОМВД Екатеринбурга. Что, вы будете труп охранять? Сторож Алексей сгорел заживо в своей сторожевой будке, которая стояла рядом с металлическим ангаром. И в его функции входило охранять этот самый ангар, в котором ничего особо ценного не было, ну а также присматривать за соседними капитальными гаражными боксами. Насколько ревностно Алексей относился к своим сторожевым обязанностям, нам, конечно, неизвестно, но охранять по ночам полупустой ангар на окраине Химашевских пикулей – это работа ответственная. Но вот его коллега, охранник соседнего склада, отчитался, что сегодня ночью он видел сторожа Алексея в сильно накиданном состоянии. Видимо, поэтому он и сгорел в будке. Причина воспаления пока выясняется, но можно предположить, что сторож, находясь в санях, стал ночью обогревать свою будку, ну допустим, электроплиткой, и от нее что-то загорелось. Ну или по пьяни неаккуратно покурил и заснул. В общем, над причиной пожара работают эксперты ИПЛ. В принципе, не исключается и поджог. Мало ли кому мог насолить ночной химашевский сторож. Человек нашвырялся, заснул в будке, его сожгли. Могло такое быть? Да, наверное. Когда пожарные примчались на утушку, горела уже не только сторожевая будка, но и соседние хозяйственные постройки, и более того, красный петух уже успел просунуть свой хищный клюв в металлический ангар, и начал там подклевывать резиновые покрышки и деревянные доски. Огнеборцы подали два ствола, один на будку со сторожем, другой в ангар, и петуха по-быстрому замочили. По данным пресс-службы ГУ МЧС, площадь пожара составила 80 квадратов. В утушке участвовали 10 бойцов на двух машинах. По факту гибели мужчины в будке, Чкаловский следственный отдел СУСКР начал доследственную проверку. Внешних признаков насильственной смерти на обугленном теле вроде бы как не обнаружили, но понятно, что останки сторожа отправили на судмедэкспертизу, чтобы, значит, установить точную причину гибели. А ну как он метанолом отравился! Но полицейские 13-го Химашевского ОПА хоть и получили данные о личности погибшего Алексея Ка, но достоверность этой информации тщательно проверяют. Ибо из детективной литературы известны факты, когда человек, допустим, хотел скрыться от уголовного преследования или от долгов, да мало ли, находил похожего на себя по комплекции человека и сжигал его. Ну как будто бы это он сам сгорел. После этого человек делал новые документы и лицо, и начинал новую жизнь. Без уголовки, без долгов, да мало ли. Вот для того, чтобы убедиться, что сегодня ночью в сторожевой будке точно сгорел Алексей Ка, этот факт и будет тщательно проверяться.